Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! Сегодня третье видео наше совместное. Вы, наверное, уже помните, по крайней мере, старые зрители. Это Марина Вячеславовна Кузьмина. Значит, вот по разным уникальным средствам, гелям и так далее. В общем, изделия одной лаборатории Новосибирского Академгородка. Значит, эти средства действительно уникальны. Сегодня речь у нас идет о геле для суставов. Назовем его пока так, хотя шире у него спектр его работы. Вот об этом речь пойдет, но будет не совсем стандартно. Сейчас скоро я слово передам, но вам скажу некое такое, ну как бы это сказать, не оглавление, а о чем будет видео, скажу вам. Во-первых, что это такое за гель для суставов? Его состав, будут отзывы обязательно, ваши письма, вопросы, и на них будут даны ответы на самые интересные. То есть, эти ответы пригодятся любому. Главное, понять вам, зачем вам это нужно. Ну вот, для этого мы даже и начнем после того, как вы поймете, что это вообще такое. Второе, я думаю, сразу надо объяснить людям, кто думает, надо ли мне это или нет, зачем я буду смотреть это видео. Значит, зачем его применять, кому его применять, для каких проблем, от каких проблем. Вот сразу мы буквально, вот давайте об этом поговорим. Ну а дальше состав, потому что это очень важно пояснить, в чем его уникальность, особенности, отличие от любых других гелей для суставов, которые продаются, неважно где, в аптеках, в сети, там, в интернете и так далее. Ну что ж, Марина Вячеславовна, добрый день. Добрый день, Юрий Андреевич, очень рада вас видеть. Добрый день, подписчики. Да, конечно, я с удовольствием готова вам рассказать про нашу уникальную разработку. И сегодня наша встреча будет посвящена именно бальзаму Экоэлемент. Краткая информация я вам давала об этом продукте в первую нашу встречу, но сейчас, сегодня уже на основании ваших вопросов, на основании ваших отзывов, я с удовольствием расскажу, чем отличается именно гель Экоэлемент и какие у него преимущества от гелий и от мазей, которые продаются в аптеках. На рынке, в фармаринке, очень много мазей и гелий, и, к сожалению, вот по отзывам покупателей мы знаем, что работающих продуктов нет, поэтому я хочу здесь остановиться не только на составе, но и еще именно на механизме действия. Поэтому самое основное в нашем геле – это уникальная трансдермальная доставка. Что хочу, что хочу пояснить, что это такое, потому что многие могут не знать, это возможность глубокого проникновения активных веществ через кожные покровы, именно в зону боли, отека и дегенерации суставов за счет очень малых размеров молекул. И именно вот этот малый размер молекул мы достигаем с помощью наших уникальных технологий, которые обеспечивают биодоступность этого геля. И я хочу подчеркнуть, что только гелевые структуры, не мази, могут обладать такой низкой молекулярности и обеспечивать глубокое проникновение. Ну да, здесь нужно сказать, что мало вообще какие препараты и вещества вообще могут проникать через кожу, потому что многие на этом люди обманывали за огромные миллиарды рекламные по телевизионным каналам Первому-Второму за 30 последних лет. Начинают там и пептиды, то есть такую глупость, и там, так сказать, кислород, то есть если бы кислород проникал, то тогда кожа быстрее старела. Ну такую чушь людям начинают нести. И вот тут важно, так сказать, пояснить, что через кожу мало чего вообще проходит. И вот тут-то как раз и уникальность, да, вот как я понимаю, этого именно геля. Уникальность именно в этом, что за счет настолько малых размер молекул мы достигли именно вот этого глубокого проникновения, в чем и заключается трансдермальная доставка. Трансдермальная – это то есть через дерму. То есть он проходит настолько глубоко, что первые покровы идут у нас эпидермис, и вот он проходит легко и доходит до дермы, и благополучно может достичь зоны боли, отека и дегенерации даже суставных хрящей, да. Тогда сразу возникает вопрос, а какие же вещества он доносит? То есть каков его состав? Ну и потом уже давайте сразу, кому он нужен? Давайте, значит, второе, на что хочу обратить внимание в нашем геле, это, конечно, очень богатый состав активных компонентов. И я предлагаю нам сейчас с вами разобрать каждый из этих компонентов, чтобы понимать возможности воздействия геля. И, например, вот мы сейчас разберем, что основа геля представлена именно низкомолекулярным полимером хитозана, на основе как раз гликоза аминогликана и хондроидина сульфата. Именно они обладают хондропротективным действием и способностью влиять на метаболические процессы, которые связаны с синтезом гиалуроновой кислоты, коллагена и эластина, и именно это то, что нам необходимо для работы наших суставов. Я повторюсь просто, что мы используем основу геля именно из полимера хитозана. То есть это сырье, о котором я говорила, мы используем именно в нашем сорбенте. Поэтому сырье очень натуральное, из экологически чистых, я рассказывала, используются экологически чистые водоемы, на которых разводятся камчатские крабы. Поэтому это очень натуральные продукты. То есть здесь нет никакой химических каких-то компонентов. Да, я для зрителей здесь скажу и вопрос этический тоже еще раз подчеркну. Как мы говорили в первой части, тут тоже важно это сказать, что крабов, к сожалению, разводят и будут разводить. Мы с этим сделать ничего не можем. Но панцири их выкидывают, потому что мясо используют. Ну, как вы, наверное, знаете, вот зрители, товарищи. Так вот, берут и эти панцири, и не просто выкидывают, а берут теперь для получения данного вещества хитозана. И поэтому из них. Поэтому, так сказать, уж по крайней мере, если все равно это происходит, то, так сказать, полезные вещества добываются, и либо это на помойку пошло бы, либо это, соответственно, идет в дело, хоть какая-то польза дополнительная. Вот, коль уж это происходит в любом случае. Ну, а теперь тогда давайте расскажем о составе. Какие компоненты там еще содержатся? Ведь состав богатый, действительно, это экстракт сабельника и солодки. И вот для чего, что это нужно? Зачем это нужно вообще? Для каких целей и задач? И что этот гель делает, по сути? То есть, его применение какое? Потому что вот, чтобы люди поняли, а стоит ли дальше смотреть? Им это надо? Значит, еще основной компонент – это экстракт сабельника. Он улучшает питание тканей суставов. Помимо этого, он ускоряет синтез гиалуроновой кислоты, которая тоже нам необходима, уменьшает отеки и рассасывает гематомы. А если рассасывает гематомы, то есть, уменьшает отеки, соответственно, это снимается боль. Значит, экстракт солодки – это природный кортикостероид. Я думаю, что вы многие слышали, что кортикостероиды – это гормоны, которые применяются при лечении. Но гормоны есть синтетические, а мы используем солодку, потому что это природный кортикостероид. И он также уменьшает отек. И что самое интересное, он подавляет производство противовоспалительных ферментов. Вот это очень важно. Так, а еще какие компоненты? Экстракт белой ивы – это основной компонент, это салицил. Он блокирует как раз образование тоже простагландинов. Это вот ферменты воспаления. Эль-аргинен – это стимулятор выработки коллагена. Он ускоряет регенерацию тканей. Значит, вот янтарная кислота, она ускоряет сократительную способность мышц. И я хочу сделать акцент на это, потому что мы с вами перейдем к употреблению геля после травм и после снятия гипса. Вот обратите внимание именно на янтарную кислоту, и я к этому вернусь. Серебро коллоидное. Мы все знаем, что оно обладает антимикробным действием. Но помимо этого, оно активирует синтез коллагена, способствует более глубокому проникновению веществ и также обладает хорошим ранозаживляющим действием. Также входит в состав метилина из яда медоносной пчелы. Он содержит 26 аминокислот. Это даже не буду здесь рассказывать, потому что Юрий Андреевич в этом лучше разбирается и может вам сделать пояснение. Да, витамин Е, В5 и коллоидное золото. И теперь мы можем рассмотреть, в каких случаях применять гель-бальзам. То есть я хочу подытожить. После перечисленных активов, которые входят в этот гель, мы можем выделить 4 основных действия нашего геля. Это противовоспалительные действия, противоотечные действия, хондропротективные действия и обезболивающие. И, следовательно, учитывая все вот эти вот перечисленные действия, я вам сейчас назову, при каких заболеваниях необходимо применять этот гель. Первое. При артрите и при артрозе он снимает боль, способствует восстановлению хряща и подвижности в суставах. При остеохондрозе снимает мышечный спазм, способствует восстановлению межпозвоночных дисков и уменьшает воспаление. И рекомендуем мы использовать этот гель во время массажа. То есть массажист, перед тем, как будет проводить свои манипуляции, он должен нанести этот гель вдоль позвоночного столба массажными движениями, дать возможность ему питаться и потом уже проводить массажные движения. Он очень хорошо будет воздействовать именно на межпозвоночные диски. Также он оказывает рассасывающее действие на гематомы за счет активации фагоцитов в зоне нанесения. То есть если произошел какой-то удар, у вас образовался синяк, это синяк в простонародье называется гематома, то вот именно воздействие этого геля в разы быстрее происходит, есть такое понятие, как цветение синяка. И вот у него есть стадии цветения синяка. Так вот этот синяк должен пройти свои стадии в течение, обычно это 7 дней. То при применении геля, ну это может быть 2-3 дня, и синяк и гематома рассасываются. При растяжении травмах стимулирует процесс регенерации и установления ткани. После переломов, вот хочу сделать еще тоже акцент, и снятие гипса. Что он делает? Он усиливает кровообращение, стимулирует выработку коллагена, улучшает сократительную способность мышц и сокращает время реабилитации. И шестое, при подагре, он снимает отек и воспаление. Еще хочу сделать акцент, сейчас очень многие наши молодые ребята, часто работают, много работают за компьютерами, особенно у нас геймеры, и у них возникает такое заболевание, как тендовогенид. Гель тоже мы очень рекомендуем, он снимает боль, отек и воспаление. Вот тут как раз самое время сказать, потому что вопросы были и в начале, люди многие не слушают видео целиком, вроде как понимают, ну да, хорошая вещь, вроде надо мне. Где купить потом пишут? Причем процентов 10 всех зрителей, сотни людей. Где, хотя по законам Ютуба и вообще просто соцсетей, и логики, простой формальной логики, то, о чем говорят, если дают путь решения проблемы, ну а гель это путь решения проблемы той или иной, так вот всегда под видео даются ссылки, всегда. Это я вот учу зрителей, потому что я, ну тех, кто не понимает вот очевиднейших вещей, просто меня порой удивляет страшно. И вот я говорю еще раз, если вы захотите приобрести этот гель, вот прям под этим видео, сейчас вы его смотрите, нажимаете слово еще. Если вы в Ютубе, там всегда будет слово еще. Открываются ссылочки на важные видео, на первые наши две части наших бесед по другим. Гелю сорбенту уникальному, который очищает организм, кишечник в первую очередь, там вводное видео про разные препараты. И вот, соответственно, будет ссылка на сайт наш, надгард.ру, на котором вы сможете купить любое количество вот этого геля сорбента, какое вам потребуется. Отправляем в любые точки России и в любые страны мира, которые на данный момент еще почту России не заблокировали. Такие страны, которые заблокировали, например, Дания, Австралия, а вот, скажем, в США, Канаду, Германию, на данный момент записи, в Израиль, там это каждый день отправляем. Поэтому без проблем. Любые наши товары, продукты, гель сорбента, гель вот этот для суставов и ушибов и прочее, и прочее. Все, это сказал. Подведем здесь итог. То есть данный гель уникального, глубокого проникновения с действующими натуральными веществами, которые позволяют снимать отеки, боль, ну и по сути лечат и помогают лечить в общей системной, комплексной методике лечения различные артриты, артрозы, заживление ран, травм, ушибы быстрее проходят, синяки быстрее рассасываются, меняя свой цвет на естественный, то есть быстрее порой в разы, чем если бы не применять. Ну и тем более после, например, гипс, когда снимают, когда действительно ткани сдавлены, когда худшее заживление идет, вот эти места травм, так сказать, и естественно синяки и так далее, вот все эти места обрабатываются. То есть опасаться нечего. Противопоказаний здесь, наверное, нет, но это вы сейчас скажете. И любое количество, да, понятно, это вопрос финансовый, но вот переборщить гелем, нанесением его нельзя, ну поскольку вы даже говорите, что вдоль позвоночного столба, то есть это довольно-таки немало, большая зона будет его всасывание. Это, соответственно, я могу делать вывод, что противопоказаний нет, и переборщить здесь нельзя, в плане хуже не будет. Абсолютно правильно вы говорите, да, Юрий Андреевич. Да. И хочу сказать, что гель-экоэлемент для мышц и суставов, то он даже у нас получается гель-бальзам. Это современная альтернатива хондропротекторам в инъекциях и таблетках. Мы можем это смело заявить. А вот скажите, пожалуйста, а в чем тогда, ну, вот это вот современное, то, что вы сказали, аналог, альтернатива, вернее, да, современная альтернатива хондропротекторам? А, так сказать, вот, что они не работают, в чем их суть вообще? Зачем их применяют, ну, продают, ведь препараты в основном на их основе? Ну, я могу сказать, что у хондропротектора есть большое количество таблеток, вот, но когда они проходят желудочно-кишечный тракт, они распадаются, и малое количество активных веществ, которые могут всасываться и иметь какой-то положительный результат. А хондропротекторы в инъекциях, ну, я могу сказать, что результаты тоже очень слабые, к сожалению, а здесь получается, что гель наносится именно в то место, которое необходимо, то есть это и коленные суставы, локтевые суставы, и идет именно прямая доставка в ту локализацию, которая необходима. Поэтому можно не мучить себя инъекциями, не принимать большое количество таблеток, то есть для хондропротективного действия, чтобы было восстановление, их нужно принимать около полугода, чтобы что-то вот восстановилось. А здесь получается, что, в принципе, хондропротективное действие от геля, оно тоже не быстрое у нас, и получается, что регенерация тканей, именно суставных тканей, хрящей, она по длительности чуть быстрее, чем ткани нервной системы. Но это восстанавливается абсолютно точно, абсолютно точно. А скажите, а вот по практике, как быстро все-таки могут восстанавливаться те или иные травмы, повреждения, ну или проблемы суставов, такие как артрит, артрозы? Как быстро может улучшиться положение больного? Ну вот смотрите, если рассматривать артрит, то все-таки это воспаление, а артроз – это дегенерация, это разные процессы. И когда идет артрит, это болевой синдром, это отек. И здесь мы снимаем отек, снимаем боль, снимаем воспаление. Достаточно быстро это можно, в течение пяти дней без применения НПВС. НПВС – это препараты, которые не специфические, нестероидные средства. Их назначают обычно все врачи при воспалительных проблемах в суставах. Но они имеют побочные эффекты, и везде это написано. Чаще всего это вызывает проблемы с желудочно-кишечным трактом. Это обычно гастриты, язвы кишечника. Таблетированная форма и инъекционная форма хондропротекторов, они направлены именно на то, что постановление хрящевой структуры. Но, к сожалению, таблетки, их надо применять более чем полугода, для того, чтобы иметь какой-то эффект. В инъекциях эффект будет более быстрее, но, к сожалению, немногие вообще переносят инъекционную форму. Здесь получается, что при нанесении геля именно непосредственно на область воспаленного сустава, то идёт прямой контакт и прямое сразу проникновение активных веществ и решение этой проблемы. Если сравнивать по временным промежуткам, то, например, гель-бальзам наш, если брать, например, воспалительные артриты и артрозы, то он решает этот вопрос достаточно быстро. В течение пяти дней при нанесении утром вещей, ну, где-то пятиразовое должно быть нанесение геля, то болевой синдром, отечный, он уходит на пятый день абсолютно точно. А вот если рассматривать нам всё-таки восстанавливающие хорнодопротективные действия его, то здесь надо себя всё-таки полюбить, и это достаточно длительный промежуток времени, но восстановление хрящевой страды абсолютно точно будет. Это тоже где-то до полугода. К сожалению, потому что существует время регенерации тканей, и у каждого органа, у каждой системы оно своё. И если, например, взять нервную систему, то даже после операции многие замечали, что в том месте, где был шов, то чувствительности нет. И проходит какой-то промежуток времени, чувствительность восстанавливается. То есть она может остановиться у кого-то через 3 месяца, у кого-то через полгода. Это говорит о том, как происходит регенерация нервной ткани. Здесь, если сравнивать с нервной тканью, то именно хрящевая ткань, она чуть быстрее, чем нервная восстанавливается, но тем не менее она восстанавливается. И нанесение идёт, если это брать, например, артриты, то нанесение геля до 5 раз в день, когда выраженный болевой синдром. А если это хондропротективные действия, то можно наносить утром и вечером в 2 раза этого достаточно. Ну, а, соответственно, у данного геля нет побочных тех эффектов негативных, которые есть, например, у таблеток хондропротекторов, да? Да, конечно, потому что если применять таблетки... Нет, хондропротективные таблетки, они не имеют каких-то побочных эффектов, они просто медленно работают. Но часто, когда артриты, врачи назначают неспецифические противовоспалительные средства. И вот они при применении, везде в инструкциях написано, имеют побочку вплоть до гастритов и язв. И, к сожалению, мы лечим одно, суставы восстанавливаем, убираем воспалительный процесс, а с желудочно-кишечным трактом у нас такие проблемы. Поэтому применение геля, это даёт возможность просто сохранить свою желудочно-кишечную тракцию в совершенно полном порядке. Я хотела бы сделать вот акцент, потому что те мази, которые есть на рынке, они все содержат анальгетики. Вот вы можете посмотреть в составе, там обязательно есть анальгетик. И здесь механизм действия другой. То есть уходит болевой синдром не за счёт того, что действует на причину в этих мазях, а они просто убирают боль. То есть они блокируют вот этот вот болевой импульс, который идёт от очага воспаления в кору головного мозга. Всё. А у нас получается, что мы убираем боль за счёт того, что мы действуем именно на причину. Мы убираем воспаление и убираем отёк. Обычно болевой синдром даёт именно отёк, потому что он сдавливает нервные корешки, он сдавливает ткани, поэтому идёт болевой синдром. Когда гель обладает мощным противоотёчным действием, он убирает этот отёк и, соответственно, медленно и убирается боль. Поэтому у нас противоболевой синдром, он накопительный. И поэтому мы воздействуем именно на причину боли. Вот. Это важно. Ну, хочу сделать ещё раз акцент, что у нас существует в суставах 2 заболевания разных. Это артрит, окончание ИД, это указывает о том, что это воспалительный процесс. И артроз. Артроз – это дегенерация суставов. И в зависимости от диагноза, нанесение, использование геля, оно разное. При артрите мы рекомендуем наносить гель до 5 раз в день с двойным нанесением. То есть наносится гель с размером где-то в горошину, потому что у него очень экономичный расход. Наносится вот этот гель массирующими движениями и где-то в течение 2-5 минут до полного его впитывания. Потом идёт второе нанесение. И точно так же мы дожидаемся впитывания. При этом гель не обладает ни разогревающим действием, ни охлаждающим действием. То есть он очень комфортный, он не липнет. Его можно нанести, и после этого сразу можно надеть одежду, не бояться, что он нанесёт повреждения одежде. Этого ничего не будет. Вот. И при артрите боль будет уходить постепенно, но примерно от 3 до 5 дней болевой синдром уходит вместе с воспалением. И мы всё-таки рекомендуем, когда у вас прошёл вот этот острый болевой период, всё-таки оставить применение геля утром и вечером двойное нанесение. А если мы рассматриваем именно дегенерацию сустава, и у нас стоит задача восстановить хрящевые структуры, то здесь нанесение немножко другое. То есть мы настраиваемся на достаточно длительный промежуток времени, наносим гель двойным нанесением утром и вечером. И где-то от 3 до 6 месяцев, это абсолютно точно, в зависимости от степени выраженности артроза. А она бывает разная. Первая, вторая, третья, четвёртая, то есть 4 степени. Первая, вторая степень артроза совершенно спокойно можно вылечить на монолечение с помощью этого геля. Третья степень здесь, конечно, сложно уже. Наши травматологи при третьей и четвёртой степени вообще предлагают уже не бороться за свои суставы, а вернуться к эндопротезированию, что я считаю, что это, конечно, недопустимо. Но, к сожалению, у каждого свой взгляд на это. Здесь я тоже хочу пару слов сказать для зрителей. Посмотрите, пожалуйста, те мои видео о суставах, которые у меня когда-то выходили. И я ссылки оставлю в описании, потому что важно лечить не просто вот отдельно взятым каким-то средством, пусть даже очень хорошим, а в комплексе. Потому что помните, что все ткани обновляются через кровь. То есть через те компоненты питания, которые мы поставляем, ну, получаем с пищей, которые у нас всасываются в виде монокомпонентов из кишечника в кровь. И кровь разносят уже все эти и питательные вещества, и лекарственные вещества во все клетки нашего организма. Это главное. Второе. Это вот наружное применение. А в комплексе это будет колоссальная сила. Если человек меняет кардинальное питание, образ жизни, ну, перестаёт есть те продукты, которые привели его к тем или иным проблемам, то он обязательно решит свои проблемы. Потому что пока человек жив, возможно, всё. И клетки-то обновляются. У нас каждые два года все ткани и клетки обновляются. Вопрос в том, как они обновятся. По программе, которая изначально идеальна, или с нарушением этой программы. Вот и всё. А поскольку проблемы те или иные органического, так сказать, свойства, в том числе, когда уже меняются ткани, вот как артрозы, например, органические идут изменения, они же произошли. Почему? Они когда произошли? С детства, с рождения? Нет. С определённого возраста, когда человек накопил эти проблемы. Он шёл к этому годы, десятки лет жизни. Потому что есть определённые факторы. Причины. Надо просто их понять. И вот мои лекции дают возможность как раз понять. А потом, если их убрать, не лениться. Ведь человек ничего не меняет. Он надеется на врачей и на волшебную пилюлю. А в жизни своей ничего не меняет. Ну и что тогда будет? Будет ничего не будет. Будет где-то лучше, когда-то хуже. Одному поможет, другому не поможет. А, так сказать, в целом ничего не изменится. Все же мы идём к старости. Значит, иммунная система ослабевает защитные силы. Хуже становится с возрастом. Ну, с возрастом-с болезнью. Потому что тут вопрос возраста, это вопрос не совсем напрямую. Вопрос биологический. Даже есть такие исследования, которые... Вот есть календарный возраст, а некоторые исследования отмечают чётко биологический возраст. То есть, человек может быть 60, а он по здоровью на 50 или на 40. То есть, вот, понимаете, что вопрос тут даже больше, ну, не только биологический, условный и философский, но и вполне подтверждается исследованием. Поэтому ложкой вилкой мы копаемся в могилу. Действительно, вот вопрос там понять нужно, какими именно продуктами. Вот, например, мясо известно давно, подагра, болезнь богатых. Да, ещё с 19 века известно, что подагра, врачи знают болезнь. Почему? Потому что мясо едят, а бедные не едят. А мясо это и есть вот эти азотистые основания, вот эти самые, как раз, так сказать, подагры есть причиной все эти воспаления, все эти страшные боли. Человек убирает полностью мясо, ну, там, очищает организм или другие меры применяет. Это уже быстрее будет или дольше восстановление. Но будет обязательно. То есть, обязательно. А вот этот гель поможет гораздо, так сказать, в большей степени убрать боли и быстрее вылечиться. То есть, вот поскольку вот тут мы накладываем два важнейших фактора, так сказать. Мы меняем питание и, соответственно, убираем первопричину возникновения, например, как раз подагры. А, так сказать, через кожу вот эти активные вещества уникального данного геля помогут убрать, начиная от боли, включая воспаление суставов. И, так сказать, вот поэтому результат будет гораздо быстрее и ярче. Мы рекомендуем еще для улучшения и ускорения регенерации, если я хочу просто напомнить, интерсорбент, наш эколимент. Я рассказывала ранее, что входящая в него низкомолекулярная фракция полимера, именно хитозана, под воздействием ферментов желудочно-кишечного тракта, она распадается до глюкозамина. И именно он является строительным компонентом для коллагена, эластина, гиалуроновой кислоты. Поэтому совместно они будут давать более быстрый результат и более положительные свойства. Это очень важное дополнение. То есть вы имеете в виду и говорите о том, что, применяя наружное вот этот гель для суставов и мышц, если в этот период курса применять внутрь гель-сорбент, который является не только, скажем, средством, которое очищает кишечник, а значит и весь организм, но и питанием для кишечных бактерий, и тогда синтезируются определенные вещества, которые как раз вот вы сказали, вплоть до гиалуроновой кислоты. И вот тогда эффективность будет еще выше. То есть стоит применять внутренне гель-сорбент, вот как мы говорили с вами в прошлой передаче, а наружнее, соответственно, вот этот гель для мышц и суставов, правильно? Да, правильно все, потому что я вот рассказывала первое наше видео, что именно наш сорбент, именно эта низкомолекулярная гликозаминовая фракция, которая в него входит, вот она распадается на ту гликозамина, а это наш строительный материал во всей соединительной ткани, поэтому это просто необходимо. Да, это очень важно, потому что многие женщины с определенного возраста, по крайней мере, начинают, ну, скажем так, искать возможности, как сохранить как можно дольше молодость кожи, ну, это естественно, и многие применяют там от разных уколов и специальных там лазерных и прочих процедур до вплоть уже операций. А ведь на много лет можно отодвинуть как минимум этот срок, используя вот, казалось бы, простой гель-сорбент. Потому что очищение организма изнутри, это очищение его и снаружи, и обновление тканей лучше ее, а, соответственно, питание тканей лучшее проникновение, так сказать, ну, вернее, скажем так, микрокапилляры, крови, соответственно, питающие участки кожи, подкожные слои будут чище, и, значит, лучше питательные вещества будут доноситься до каждой клеточки лучше, обменные процессы будут идти правильнее. То есть вот тут такие прямые взаимосвязи, это очень важный вот акцент, который сейчас действительно мы с вами сделали. Так что, видите, тут все шире, чем, шире, чем говоря, ну, просто только о каких-то отдельных, так сказать, проблемах в плане суставов там или вот синяков там и так далее, отеков и так далее. Хорошо, а теперь давайте вопросы. Вопросы. Вопросы, которые пишут часто зрители, мы их как бы объединили в несколько групп, они важны. Наверняка у многих из вас, уважаемые зрители, они возникнут, поэтому опережаясь, сейчас мы ответим на эти вопросы. Итак, первый вопрос такой. Можно ли принимать гель, бальзам при внутрисуставных инъекциях? Вопросы-то очень частые. Да, можно применять, и не просто можно, но и нужно. И когда применяется инъекция, в инъекции входит гиалуроновая кислота. И эту гиалуроновую кислоту, просто у нее фракция более такая вот плотная, ее вводят в полость сустава. Что она делает? Она создает амортизирующую свою функцию, то есть поверхности суставов, они не прикасаются друг к другу и при трении не создают болевой эффект. Но, к сожалению, гиалуроновая кислота, она не обладает хондопротективным действием, она только как амортизатор. И достаточно быстро она рассасывается при активной физической нагрузке, если человек ходит часто в баню, если, не дай бог, переболел и применялась антибактериальная терапия с антибиотиками, то гиалуроновая кислота рассасывается очень быстро. И обычно врачи рекомендуют введение внутрисуставной гиалуроновой кислоты, что хватает ее примерно на год. Но, к сожалению, если вот перечисленные факторы, которые я сказала, не были, то она может рассосаться буквально там в течение трех месяцев. И эти уколы, они стоят достаточно больших денег, сама манипуляция неприятная. И стоимость самого укола получается где-то от 15 до 18 тысяч. А таких уколов надо сделать два с промежутком около 14 дней. Поэтому хонтропротективного действия здесь нет. И почему мы рекомендуем это именно в этот момент применение геля? Потому что в этот момент есть амортизация, и поверхности не трутся суставы друг от друга. Тогда мы наносим этот гель. Он комфортный в этом комфортном состоянии. Когда ему ничего не мешает, он начинает усиливать регенерацию. И поэтому в этот момент регенерация происходит быстрее. То есть, если, например, гиалуроновая кислота находится в этих суставах в какой-то промежуток времени, ну хотя бы полгода, да, и в этот момент мы применяем этот гель, то это как раз достаточно этого времени для регенерации и восстановления этих суставных поверхностей. Вот я считаю, что это просто необходимо. Хорошо, это понятно. Но тогда вот просто хочу пояснить для зрителей. Правильно ли я понял, что применение уколов с гиалуроновой кислотой, ну все вот эти уколы в суставы, они не как на причину этих проблем не влияют. Они всего лишь устраняют, они всего лишь временно устраняют последствия в виде боли, потому что создается трение, и на год где-то примерно плюс-минус такая защита как бы действует. Но вечно эти уколы тоже колоть нельзя. И ничего принципиально они не изменят, так? Да, нет, не то что их вечно не колют, их в принципе, если начинается вот эта терапия инвекционная, то они, пациенты, начинают это колоть один раз в год обязательно всегда, потому что она заканчивает свой день, рассасывается гиалуроновая кислота, и, соответственно, болевой синдром возвращается. Тогда пациент приходит к врачу и получает следующую порцию этого укола. И вот это может быть бесконечно. Вопрос тогда второй. Чем отличается ваш гель от Траумель-гель? Вы знаете, этот вопрос тоже нам часто задают, и мы до пандемии участвовали в различных медицинских выставках, и были даже случаи, когда наши партнёры, наверное, или не партнёры, может быть, они нам даже конкуренты, фирма, которая продавала Траумель-гель. И мы, конечно, сравнивали наш эффект и геля. Значит, перечислю самое основное, что производители Траумель-геля, они заявляют сами, что могут быть аллергические реакции на их гель. У нас на экоэлемент гель-бальзам за 10 лет ни одной аллергической реакции не было выявлено. Наоборот, мы рекомендуем применять гель при аллергических высыпаниях. Он хорошо убирает зуд, убирает гиперемию, отёк, поэтому его можно наносить наружно именно вот с такой ещё целью. Второе, что тоже важно, Трумель-гель, у него нет составляющих активов, каких-то активных компонентов, которые бы обладали именно хондропротективным действием. То есть у него задача такая не стоит вообще. Процессы заживления при травмах на геле-бальзаме-экоэлемент в два раза быстрее, чем у Трумеля-геля. И ещё самое важное, что Трумель-гель нельзя применять на открытые раны. Мы, наоборот, рекомендуем, потому что я вам говорила, что находятся в составе все вещества, которые бактерицидным действием обладают и усиливают ранозаживление. Так, это хорошо снимается вопрос. Один был вопрос как раз насчёт того, можно ли наносить на открытые раны. Да можно и даже желательно, ответ понятен. Теперь вопрос такой. Поможет ли гель-бальзам снять отёчность ног? Да, этот вопрос тоже часто нам задают. Гель-бальзам, он обладает, как я говорила, мощным противоотёчным действием. И, учитывая его это действие, можно наносить в любое место, где есть отёк. Мы даже рекомендуем наносить его утром, если есть отёчность орбитальной зоны, я имею в виду под глаза, то можно его наносить, не бояться ни отёков, ни аллергических реакций. И даже его можно нанести сверху на подвижное веко, а снизу до зоны роста ресниц. Даже можем это рекомендовать тоже. Тогда вопрос ещё такой. Может ли быть аллергия на этот гель? Отчасти вы сказали, но ведь мы говорим ещё, когда укусы насекомых у людей, за город сейчас поедут все, ну и, соответственно, комары и так далее. У кого-то чешется, зудит, человек расчёсывает, у него пошла аллергия или какие-то более глобальные воспаления, когда инфекция попадает. Вот что тогда может сделать этот гель? Стоит ли его наносить? Ну, мы рекомендуем, да, сейчас летний период, промежуток времени возникает, когда насекомые достаточно злобно зверствуют. И у нас есть много отзывов, нам пишут наши постоянные покупатели, что детишкам в детские садики даже отдают, которые вывозят за город. Да, при укусах насекомых, комаров, очень быстро проходит зуд и быстро возникает регенерация. Ещё у нас был один отзыв очень интересный. Одна пара ездила на море и столкнулась с медузой, там у них был какой-то сезон оплодотворения этих медуз, и они оба вышли из воды с жуткими совершенно ожогами. Вот они рассказывали, что применяли наш гель, и достаточно быстро ушло покраснение, потому что усиливается местный детокс и убирается боль. Вот такое ещё есть интересное применение его. Ага, ну тогда давайте я на конец, как говорится, зачитаю несколько писем, всего пять. Но людям, полагаю, это будет интересно, потому что это такие показательные моменты, и люди поймут, а как ещё можно использовать этот гель, вот как раз на примере конкретных отзывов людей. Итак, пишет женщина, она была у косметолога, после инъекции красоты появились синячки и отёк. Очень быстро посветлели на второй день. Обычно ходишь неделю, ну, после применения геля вот этого самого, поэтому это первое. Второе. Удалили зуб у бабушки, ей 80 лет. Образовалась гематома на щеке. Прошла, за два дня прошла, после применения вашего геля. Спасибо большое. Третье. Работа связана с частыми перелётами. И отекали всё время ноги. Применяла гель до полёта за два часа и во время полёта. Отёков нет. Вот. Четвёртое письмо. Обсыпала аллергии по всему лицу. Ну, уж читаю, как пишут люди. Наносила гель, бальзам. Быстро снят был зуд и покраснение. Ну, и пятое. Давно мучаюсь с подагрой. Вот как раз интересно. Гель очень помог, но ещё применяла сорбент. То есть вот гель сорбент внутрь и гель, соответственно, на суставы. Он же выводит мочевую кислоту. Думаю, поэтому так быстро всё и получилось. Ну, может быть, пару слов прокомментируете? Прокомментирую, что в первом видео, когда я рассказывала про этеросорбент, и делала акцент, что его можно применять при почечной недостаточности, что он выводит мочевину и креатинин. И здесь вот именно в данном случае как раз дама написала, что у неё проблемы с подагрой. Я могу сказать на 100%, что именно такой результат получился от того, что она соединяла именно вместе гель, бальзам для суставов и энтеросорбент. Конечно, это вот именно результат от этого. Да, и гель-сорбент, вот то, о чём мы говорили. Вот, кстати, это ещё одно, вернее, доказательство того, что я всё время говорю, что есть очень хорошие какие-то средства, меры, травы, неважно. Но у человека столько проблем порой, то есть и болезней порой, парных там и так далее, что если применять параллельно несколько правильных методов и мер, то эффективность всегда выше, чем просто если человек пользуется какой-то условно волшебной таблеткой. То есть человек меняет питание, образ жизни, учитывает другие нюансы, делает так, чтобы не было дефицитов питательных веществ, которые в наши дни есть у большинства людей, потому что пища бедна ими, ну и так далее. И вот чем больше факторов человек учитывает, тем легче и быстрее идёт у него восстановление, укрепление иммунитета, а значит решение вопроса с той или иной проблемой с болезнью. Вот, это просто вот истина. Это просто, так сказать, законы природы и биологии и биохимии. Ну что ж, ну а в завершение давайте я тогда вот что спрошу. Вернее, давайте расскажем, может быть, то, что можем пока нашим зрителям вот о чём. Во втором видео нашем с вами я коснулся этой темы, что будет уникальный выпущен скоро спрей. Расскажите, пожалуйста, вот что мы можем сейчас всё-таки пару слов, может быть, сказать, хотя об этом, конечно, будет отдельное видео, но всё же. Я держала это в секрете и, в принципе, могу немножко ещё рассказать об этом геле, об этом спрее, потому что мы на самом деле хотим посвятить ему целое видение. В чём заключается самое интересное? Этот спрей, он необходим в период вирусной нагрузки. А у нас, если раньше вирусная нагрузка была в осенне-весенний промежуток времени, то сейчас мы с вирусной нагрузкой уже, по-моему, два года, а может быть, и больше. Я имею в виду про ковид, который сейчас вот то уходит, то не уходит. Вот последние новости сегодня буквально говорили, что опять идёт волна новая ковида. Этот спрей был создан именно для того, чтобы предупредить заражение вирусами, предупредить заражение бактериями. Он обладает не только противовирусным и противобактериальным действием, но ещё он обладает противоотечным действием при ренитах. А ещё, причём, больше говорить не буду. То есть у него ещё есть свойства, которые останутся пока в секрете до следующей нашей передачи. Хорошо, но скажу так, что очень важен он будет для тех, у кого есть какие-то воспаления гайморов в пазухах, ну и вообще сопли, слизь и так далее. У кого заложен нос и так далее. Но об этом, впрочем, мы поговорим отдельно. То есть, соответственно, это будет отдельная передача. Потому что настолько препарат натуральный, этот препарат-спрей уникален, что он заслуживает вот отдельной передачи. И это, конечно, будет некий тоже такой, в общем, сенсационный материал, можно сказать так, без преувеличения. Ну что ж, тогда я полагаю, что на данной ноте можно завершить. И, Марина Вячеславовна, благодарю за, так сказать, вот эту встречу и пояснение. Значит, еще раз напомню зрителям, что все, о чем мы говорили, вот чтобы для вашего удобства, например, на те видео ссылки, о которых я говорил в той или иной связи, на первые два наших видео, ну и так далее. И так, включая, как и где можно купить данный, соответственно, вот, бальзам-экоэлемент и гель-сорбент, о котором тоже шла здесь речь, будут ссылки соответствующие прямо под этим видео, которое вы сейчас смотрите. На всякий случай, скажу, вдруг вы где-то так смотрите, что посмотреть, прочесть ничего не можете. Сайт наш, natgard.ru, и на нем просто есть поисковая строка с лупой, изображение лупы, туда вводится слово гель, и как вы гель только с словом введете, вам все эти варианты нескольких видов гелей высветятся. И вы сможете и таким образом, нажав мышкой, перейти на данный товар. Это я вот говорю для тех, кто абсолютно не умеет пользоваться компьютером, таких людей, как оказывается, много. И каждый раз такие люди пишут. Поэтому теперь и они, наверное, поймут. Вот. Ну что ж, на этом, пожалуй, все на сегодня. Благодарю за встречу, за передачу, и до новых встреч. Вам тоже спасибо большое, Игорь Андреевич, и с удовольствием мы встретимся и расскажем вам про вашу, кстати, разработку, потому что вы принимали активное участие в разработке именно этого спрея. Да, об этом как раз тогда и расскажем. Хорошо. Да, всего доброго. Спасибо.